В Бхагаватам есть шлока В Риде Хам Адъям Са Лав Хам Са Дур Лав Хам Цитата В данной шлоке говорится, что тело человека обретается по великой удаче. Городах просят не разговаривать. Итак, Риде Хам Адъям Са Лав Хам Са Дур Лав Хам. Данное тело получается только благодаря великой удаче, но мы этого не осознаем. Бхагаван говорит, что данное тело не так-то просто обрести Су Лав Хам Са Дур Лав Хам. Только по великой удаче можно родиться человеком. Лав Хам Сукалпам Гуру Карнангарам. Приводится пример. Если мы хотим пересечь реку или океан, то нам нужна лодка или корабль. Что является такой лодкой тела человека? Почему? Потому что, обладая телом человеком, можно пересечь океан материального бытия. Но лодке, либо кораблю, необходим кормчий капитан. Ведь если не управлять судном, то оно может утонуть. Кто является кормчим, капитаном, садгуру, подлинной гуру? Он указывает нам путь, следуя которому мы можем достичь Бхагавана, Господа. Поэтому гуру сравнивается с капитаном. Также нужны благоприятные условия. Видели когда-нибудь океан? Приезжайте как-нибудь в Джаганадхапори, например, во время Радхаятры, и увидите океан. Когда на океане есть благоприятный ветер, то он дует в паруса. Благодаря этому даже нет необходимости грести. Благодаря попутному ветру корабль сам очень быстро плывет. Только нужно управлять, рулить. Нет необходимости даже грести. Что сравнивается с таким попутным ветром? Милость, крипа, Бхагавана. Ведь без милости Всевышнего мы не можем совершать духовную практику. Говорится, Как мы обретаем сатсангу и возможность слушать Харикадхо? Рам крипа, Бхагавана, Сулабханасой. Без милости Рамы, Господа, это невозможно. Сейчас мы следуем пути Бхагти. Кто же даровал нам милость, чтобы мы могли следовать этому пути? Ведь Гуру указывает путь. А кто привел нас к этому пути? Милость Господа. Благодаря ней мы можем встречаться со святыми, совершать баджан Всевышнему. Без милости Господа ничего не произойдет. Поймите это. Мы еще не встречали Господа, не получали Его даршин. Но удивительно, у нас есть в сердце вера, осознание, что Господь есть. Хотя Всевышний еще не даровал нам свой даршин, мы знаем, Господь есть. Без Его желания даже листик не шелохнется. Все происходит только по милости Господа. Цитата. Все происходит только по милости Господа, благодаря силе Его имени. И мы имеем веру в это, хотя еще и не получали даршин Всевышнего. Господь так милостив, что дает нам возможность пересечь океан материального существования, дарую тело человека. Цитата. Господь очень милостив. Он даровал нам тело человека. Но если мы не встречаемся со святыми, не используем ту благоприятную возможность, которую даровал нам Господь, не совершаем духовную практику, только кушаем, пьем, спим, проводим время за смартфоном, смотря на то, что не нужно смотреть, то кто мы? Атмаха. Убийцы собственной души. Те, кто губят свою жизнь. Потому что мы обрели такую величайшую удачу, такие условия, но не используем их на духовную практику. Тратим время попусту, проводим жизнь пустую. Поэтому в Бхагово там говорится, Тарава кимна джаванти. Кто-то думает, мы живые. Но разве деревья не живут? Посмотрите на деревья, например, на дерево пипола. Сколько мы живем? 70-80 лет. А деревья пипола? Сотни лет могут расти. Разве они не живые? Бастра кимна швасан тюта. У кузнеца, когда он выковывает меч, есть также мехи. Он использует их, чтобы подавать воздух. И использует это, когда выковывают оружие. И эти мехи тоже словно дышат. В них поступает воздух, и из них воздух исходит. То есть они вдыхают как бы и выдухают. На кхаданти. Мы можем кошать, раз в Малай, пиццу, макароны. Но разве только люди могут кошать? И кроме того, чтобы кушать, мы сначала учимся 10-15 лет, затем работаем, 10 часов проводим на работе, затем зарабатываем деньги. И на этом еще не все. Нужно пойти в магазин, купить продукты, приготовить их. И только после этого можно покушать. Столько усилий просто, чтобы покушать. А животные, посмотрите, просто ходят с одного места, с другого и кушают. Им не нужно ходить в школы, учиться в колледже. Они просто кушают. Очень легко поддерживают свою жизнь. И без каких-либо хлопот засыпают. А у нас иногда такой стресс, что даже если есть кондиционер, нам нужно принимать снотворное, чтобы уснуть. А животные, посмотрите, собачки, например, лежат в свое удовольствие и отдыхают. На. Механти. Разве только мы можем зачинать детей? Нет, животные тоже могут это делать. Собачки, свинки, собаки, например, курица. Курица, сколько яиц может снести? Много. А на козлика, посмотрите, на рыбку. Сколько икринок может метать рыба? Очень много. Поэтому, если думать, что тело человека сводится, смысл жизни только к тому, чтобы дышать, есть и спать, то это не так. шва-вид варахоштрекхарай. Цитата. Те, кто не слушают харикадхо, не совершают баджан-бхагавану, бхагаван, бхагаватам оскорбляют таких людей. Оно ругает их, называя четырьмя видами животных. Шва-вид. Шва означает собака, то есть человек, не совершающий духовную практику, подобный собаку, который просто сосет сухую косточку. Либо он также подобен второе сравнение верблюду, который жует сухие колючки. Также такой человек подобен свинке и ослу. Тот, кто не совершает духовную практику. Это просто животное, а не человек. об этом говорится в бхагаватам. Поэтому бхагаватам призывает, совершает духовную практику, поклоняется Господу. Если кто-то не использует руки для служения Всевощнему, а просто окношает их от запястья и к плечу, но не использует для севы, то, что представляют собой такие руки? Это словно руки мертвеца, потому что они не задействуются в служении, а используются только для мирских вещей. Язык дживасатти, твердая высота. Если человек весь день говорит только о мирском, но не повторяет святое имя, не находя для этого времени, то этот язык подобен языку лягушки, которые квакают. Лягушка мужского пола призывает лягушку женского пола, но кто слышит эти звуки? Змея, она думает, мне даже не нужно искать еду, пища сама как бы говорит, я здесь. Лягушка квакает, и змея слышит этот звук, подползает, и как набрасывается на лягушку и съедает ее. Вот чему приводят эти кваканьи лягушки, которые зовет себе подругу. Поэтому язык, который не используется для воспевания святого имени харикадхе, это язык такой лягушки. А уши, которые не слушают повествования о Всевышнем, это просто бил, это просто змеиная нора, где живут ядовитые змеи, если уши используются только чтобы слушать о мирском. Если глаза не используются чтобы получать даршин богавана, они смотрят только на смартфон, не на большинство, то что это? барахаэте тэнаэне. Это словно глаза нарисованные на перьях павлина. Если глазами вы не получаете даршин господа, это просто крупняшки на перьях павлина. А если ногами вы не совершаете парикраму, то что это? Друма Джанма Бхаджо. Это словно деревяшки в следующей жизни. Такая личность родится деревом, ведь она и сейчас не использует многие подназначения, чтобы совершать парикраму в храме, чтобы обходить тулуси, а ходит просто с помощью этих ног по другим местам. Но для чего Господь дал ноги? Чтобы идти там, где есть сатсанга, а не к мирским друзьям. Поэтому Бхагаватам говорит Друма Джанма Бхаджо. Следующей жизни вы дети деревьями. И не используются ноги, чтобы идти там, где темы связаны с Господом, там, где сатсанга, где рассказывают Бхагаватам, а только к своим мирским друзьям ходите. Следующее сравнение Вара Вара Парам Парам Гири Та Джуштам. Если кто-то свою голову не преклоняет перед Всевышним, перед святыми, то голова используется не по назначению, она не просто для того, чтобы есть. Вы будете погружены в постоянно мирское существование. Господь так милостиво дал тело человека. Ни в каком другом теле нельзя совершать духовную практику. Поэтому нужно использовать это тело, чтобы совершать духовную практику, общаться со святыми и этим увенчать свою жизнь успехом отправиться к Господу, освободиться из этого мира лжи и неблагоприятного. Редактор субтитров Продолжение следует...